Не заплатишь, не поедешь. Забытый или просроченный штраф может обернуться для нарушителя дорожного движения серьезными проблемами. Уроки столетия. Уже в четвертый раз в Магнитогорске проходят петровские образовательные чтения. Благоустроенные дворы и трудолюбивые дворники. В администрации города наградили победителей конкурса «Чистый город». А сейчас об этих и других событиях более подробно. С начала этого года в Магнитогорске сотрудниками госавтоинспекции уже зарегистрировано около 40 тысяч случаев нарушений правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Административные штрафы за свои действия заплатили только 68% нарушителей. Что ожидает злостных неплательщиков штрафа в свете изменений законодательства, вступивших в силу в 2016 году, узнавала Юлия Никифорова. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за нарушение правил дорожного движения должен быть оплачен не позднее 60 дней с даты вступления постановления в силу. В этом году закон еще и предоставил нарушителям бонус. Те, кто успевает оплатить административный штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, могут внести лишь 50% от общей суммы. Несмотря на демократичность законодательства, около 30% магнитогорских нарушителей ПДД ходят в должниках. Те постановления, которые добровольно не оплатили правонарушители, они направляются в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Если штраф составляет более 10 тысяч, в суммарности судебный пристав правил наложить ограничение на право пользования специальным правом на управление транспортными средствами. Нарушители с суммой долга, превышающей 10 тысяч рублей, согласно статье 17.17 об административных правонарушениях, могут быть привлечены к обязательным работам сроком до 50 часов или лишены права управления транспортным средством на год. По словам сотрудников ГИБДД, в этом году в Магнитогорске уже заведено около трех десятков дел по статье 17.17. И нарушители отработали своего благо родного города на различных муниципальных предприятиях. Неоплаченные штрафы могут также испортить должнику заграничный отдых. У нас уже есть такие 10 постановлений. Если гражданин нарушает и у него составляет общая сумма больше 10 тысяч, он не оплатил, то мы направляем материал в суд и судья выносит решение запрет на выезд за границу. Узнать сумму своего долга, номер постановления о вынесении административного штрафа, если нарушитель его потерял, всегда можно на официальном сайте ГИБДД. В базу данных ФИЗГИБДДМ оно попадает в течение 24 часов. Вообще в платежные системы данное постановление попадает в течение трех дней. Неплательщикам административных штрафов за нарушение ПДД не стоит забывать еще и о том, что рейды по их выявлению проводятся сотрудниками ГИБДД с завидной периодичностью. Если должника остановят, ему вынесут еще и постановление о наложении удвоенной суммы штрафа, плюсом к предыдущему. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН. Продолжаем программу. Работа по повышению энергоэффективности на Магнитогорском металлургическом комбинате ведется по нескольким направлениям. Это поощрение рационализаторства, реализация малобюджетных и быстро окупаемых проектов, а также заключение энергосервисных контрактов. За 8 месяцев 2016 года на ММК было принято в проработку 251 раз предложение в сфере энергосбережения. Общий плановый экономический эффект от их реализации составляет 1 миллиард 132 миллиона 100 тысяч рублей. Для повышения эффективности работы с новаторскими идеями в 2016 году на комбинате внедрена электронная платформа энергоменеджмента, а также усовершенствованы отдельные бизнес-процессы. Это позволит значительно увеличить скорость и процент реализации подаваемых идей. В настоящее время проходит опытно-промышленная эксплуатация платформы. Помимо этого, УАО ММК продолжает оказывать финансовую поддержку быстро окупаемым и малозатратным инициативам путем выделения целевого бюджета на их реализацию. Если в 2015 году на данные цели было направлено 300 миллионов рублей, то на 2016 год выделяемый бюджет увеличен до 1 миллиарда 200 тысяч рублей, а суммарные инвестиции по уже подготовленному пакету проектов на 2017 год оцениваются в 1,5 миллиарда рублей, сообщает Управление информации и общественных связей УАО ММК. На Магнитогорском металлургическом комбинате уже несколько лет действует программа по поддержке рационализаторов. Разработки изобретателей ММК позволяют предприятию экономить значительные средства, а также улучшать качество продукции. Так, идея, предложенная заместителем начальника управления подготовки производства Евгением Носовым, должна сэкономить комбинату 2,5 миллиона рублей в год. На Евгении Носове ответственность лежит колоссальная. От контроля поступления грузов на ММК и заканчивая их централизованной доставкой заказчикам, структурным подразделениям и дочерним обществом группы УАО ММК. Учитывая величину градообразующего предприятия, работа не из простых. Между тем, доставка должна быть отлажена как часы и желательно, чтобы при этом была еще недорогой. При анализе ситуации было видно, что большегрузный транспорт с большим кузовом используется не совсем эффективно. А когда карбюраторный транспорт, имеющий небольшой кузов, площадь кузова, он загружен практически полностью. Там до полуторатона это газели, это небольшие дизельные машины. На комбинат Евгений Носов пришел в 1999 году. Работал слесарем в доменном цехе и лишь спустя 4 года он попал в управление подготовки производства на должность мастера. Амбициозного и грамотного специалиста нельзя было не заметить. И уже через 6 лет Евгений Носов стал заместителем начальника. Как руководитель, как специалист, как человек, в общем-то, он относится ко всем вопросам очень скрупулезно. То есть может и подсказать, вовремя научить, в общем-то, где-то и, соответственно, где-то и потребовать. Сейчас на комбинате выстроена грамотная система по внедрению новых разработок. За каждую стоящую идею работник получает прибавку к зарплате, а после ее внедрения еще и проценты от суммы экономического эффекта. Однако эта работа приносит Евгению Носову не только стабильный доход, но и моральное удовлетворение. Бесспорно, конечно, мне нравится эта работа. Я себя чувствую комфортно здесь. Мне действительно интересно. Павел Берсенев, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. К другим темам уже в четвертый раз Магнитогорск принимает крупнейший религиозно-просветительский форум «Петровские образовательные чтения». Семинары и работа в секциях продлятся в течение трех дней. Накануне состоялось пленарное заседание. Тему чтений определили как 1917-2017, уроки столетия. Репортаж Игоря Гурьянова. Одна из самых редких точек съемки в Свято-Вознесенском соборе – клирос, балкон, на котором расположен хор. Уникален в этот раз и певческий состав. Это патриарший хор Данилова монастыря. Перед мирской публикой они выступят чуть позже в драмтеатре. Хор появился в Магнитогорске в рамках Петровских образовательных чтений, стартовавших накануне в стенах МГТУ. Форум проводится в память о священном ученике Петре, митрополите Крутицком, небесном покровителе Магнитогорской епархии. Традиционно пленарное заседание чтений начинается с воспоминаний, как Петр принял мученическую смерть в Верхневральской тюрьме. Нынешняя тема, говорили на форуме, как нельзя лучше подходит к концепции чтений. Драматичная судьба священномученика Петра словно слепок с целой эпохи, вобравшей в себя величайшие подвиги, жесточайшие злодеяния. Эпохи, значение которой в контексте человеческой цивилизации еще подлежит оценить. И такие форумы, говорили участники чтений, являются первым шагом в объективной и адекватной оценке нашей общей истории. В очередной раз зашел разговор об учебниках, в том числе об учебнике истории. И опять он оказался каким-то не таким. В очередной раз. Я думаю, может это не учебник истории какой-то не такой, а это мы какие-то не такие вот. Вот я думаю, что вот этому и должен быть посвящен ваш форум. Высокие церковные чины и непременные участники чтений рассказывали, что от кровавой междоусобной бойни в далеком уже 93-м году Россию спасли переговоры руководителей православной церкви как с мятежниками, так и с властью. Тогда сработало, должно получиться и сейчас, когда в очередной раз авторы учебников истории позволяют себе слишком больные трактовки. И без того немалая роль православной церкви в формировании исторического наследия и просветительства вообще должна возрасти на порядок. Мы можем данных хвалиться безусловно теми высокими достижениями, которыми были за эти столетия, особенно в 30-е, 40-е, 50-е годы. Мы безусловно гордимся нашей победой над фашизмом в 45-м году. Петровские чтения давно уже стали центральным гуманитарным событием осени в Магнитогорске. Вот почему внимание к ним со стороны власти всегда пристальное и всегда положительное. Был зачитан приветственный адрес от имени генерального директора УАО ММК Павла Шиляева. Исполняющий полномочия главы города Сергей Бердников почтил высокое собрание личным визитом. Осознав глубже и познав истину, наверное, мы найдем в себе какую-то новую точку опоры, которая помогла нам правильнее себя позиционировать сегодня и понимать все, что было за этот период времени. По окончании пленарного заседания состоялось награждение победителей первого епархиального этапа всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. Им были вручены премии священному ученика Петра. Работа форума продлится до 20 октября. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, Телекомандия ТВ. 1 октября 2016 года в нашей стране стартовала осенняя призывная кампания. В ближайшие три месяца, согласно планам Генштаба, на военную службу отправятся 152 100 молодых россиян. В том числе около 400 из Магнитогорска. Потенциальные солдаты готовятся к этому событию по-разному. Одни усердно занимаются спортом, другие не менее усердно ищут у себя существующее или несуществующее заболевание и колдует над медицинскими картами. Чтобы таких позорных случаев было как можно меньше, а молодежь относилась к своей воинской обязанности с гордостью. В образовательных учреждениях нашего города проводятся Дни призывника. На одном из таких патриотических мероприятий в школе номер 39 побывала наша съемочная группа. На День призывника в 39-й школе собрались ребята из всех 16 школ Правобережного района. Местом проведения именно это учебное заведение выбрали не случайно, поскольку на базе 39-й школы успешно действует 6 кадетских классов. С 1 по 6. Несмотря на то, что День призывника был организован для десятиклассников, на него пригласили и юных представителей воинского сословия Магнитки. Военную форму они носят с гордостью. Нас учат хорошо стрелять, мы изучаем историю Древней России, маршировать учат, команды трудно исполнять. Дни призывника в Магнитогорске проходят при поддержке городского управления образования и Совета ветеранов. С интересом служили будущие защитники Родины, рассказ председателя Совета ветеранов Правобережного района Александра Никитича Мякушко. В свое время он был отправлен военным советником во Вьетнам, где ему пришлось принимать участие и в боевых действиях. Удовольствие ниже среднего охарактеризовал свою годовую службу на чужбине Александр Никитич. На войне всегда страшно, но каждый человек этот страх преодолевает по-своему. Один видит усты, а другой сцепит зубы, стремится выполнить этот приказ командира. К армии нужно готовиться и морально, и физически давали напутствие молодежи ветераны. Физическую форму будущие призывники продемонстрировали сразу после торжественной части в командных соревнованиях. Татьяна Зайцева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. А сейчас коротко о других заметных событиях. В Малом зале администрации Магнитогорска состоялась торжественная церемония награждения призеров ежегодного смотра конкурса «Чистый город», занявших вторые и третьи места. Победители, завоевавшие первые места по всем номинациям, получили дипломы из рук исполняющего полномочия главы города Сергея Берникова чуть раньше. В этом сезоне на участие в состязании по благоустройству города поступило свыше 250 заявок. Награды вручали начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Константин Чешев и руководитель управления окружающей среды и экологического контроля города Марина Зинурова. Благодарственные письма получили ЖРЭО, больницы, школы, детские сады и интернаты и другие организации Магнитогорска, а также рядовые жители города, внесшие большой вклад в украшения и благоустройство своей малой родины. Накануне в Большом зале Магнитогорской консерватории состоялась встреча народного артиста России Александра Филипенко со зрителями. Она прошла в рамках областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2016». Александр Филипенко прославился как великолепный исполнитель моноспектаклей и эстрадных программ. Его выступления – это всегда яркая сатира из произведений Михаила Зощенко, Василия Аксенова, Сергея Довлатова. По возрасту и жизненному опыту Филипенко относится к тем, кто не столько формировал эпоху 60-х, ее прорвавшимся через запреты джазом, западной моды, книгами и фильмами, сколько сам был сформирован этой эпохой. Каждое поколение имеет свое ретро, и каждому при этом вспомнит свою молодость. Я расскажу о своей молодости 60-50-х, о которых никто ничего не знает. А вернее, весь ужас сейчас обучают фактам и не учат анализу. Вот моя главная задача – анализ. Напомним, у Александра Филипенко за плечами более сотни ролей в театре и кино. В частности, он снимался в таких фильмах, как «Гори-горимая звезда», «Бумбараж», «Хождение по мукам», «Мастер» и «Маргарита». Веселым спортивным праздником отметили окрестные детвора и взрослые открытие новой хоккейной площадки в 133-м микрорайоне. Курировать этот спортивный объект будет хоккейный клуб «Металлург», руководители которого выступили перед собравшимися с приветственной речью. Важную роль массового спорта, который начинается вот на таких площадках, сложно переоценить, говорили участники праздника. Именно на дворовых хоккейных коробках начинали свой звездный путь такие величины мирового хоккея, как Евгений Малкин и Евгений Бирюков. Совсем скоро площадку зальют и на ней скрестят клюшки любителей хоккейных баталий. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский «Металлург» после затяжной домашней серии отправился играть на выезде. Маршрут непростой – Владивосток, Хабаровск, Шанхай. Команде Ильи Воробьева предстоит выступать на нестандартных площадках, а также впервые в истории сыграть с китайским клубом. В эту среду во Владивостоке состоялась первая выездная игра. Наши хоккеисты уступили сопернику. О наиболее ярких моментах встречи по телефону нам рассказал наш спортивный обозреватель Павел Зайцев, который совершает турне вместе с командой и сейчас находится в пятичасовых поясах от Магнитогорска. Путь до Владивостока занял у Магнитогорцев более восьми часов, включая посадку и дозаправку в Красноярске. В столицу Приморья «Металлург» придал в районе половины третьего ночи по мягкому времени, а до гостиницы добрался в начале четвертого. Разумеется, от утренней раскатки команда отказалась. Большую часть времени игроки отдыхали и не отсыпались в отеле. Увы, желаемого эффекта это не принесло. Весь первый период в гости выглядели не до конца проснушимися, уступили по броскам 4-13 и дважды пропустили. Сначала «Адмирал» подтвердил репутацию лучшей команды сезона по игре в большинстве. Отличилась молодая звезда дальневосточника Владимир Скачев. А вскоре воспитанник Магнитогорской школы Михаил Систенко увеличил преимущество хозяев. «Металлург» продолжал нарушать правила, допускать большое количество брака, однако успел провести пару приличных атак, но этого было явно недостаточно, чтобы огорчить еще одного воспитанника Магнитки Игоря Паскова, который в прошлом сезоне ни разу не пропустил от «Металлурга». Второй период «Металлурга» провели куда более достойно, даже перебросали оппонентов, но все-таки продолжали удаляться, да еще и судьи иногда выписывали им сомнительные штрафы. До конца встречи за очевидный явный полк был удален кемец Казионов. Ну а третий период «Металлурга» удался, к тому времени «Металлурга» уже выступали 0-3, дальним броском отметился Оскар Бартулиц. Доминировали подопечные Ильи Воробьева, практически этот период провели в зоне атаки, но в нескольких эпизодах им явно не везло, а Пасков продолжал тащить, порой просто немыслимым образом шайба в ворота не попадала. В итоге спасти «Металлурга» так и не смогли, 0-3 они уступили и отправляются в Хабаров, где послезавтра проведут очередной матч против «Амура». Павел Зайцевин, Владивосток, официально для телекомпании ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisim.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 20 октября. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 20 октября, в городе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северных направлений 3 метра в секунду. Отдельные порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2 градуса, днем около 0 градусов. В течение дня прогнозируется очень высокое атмосферное давление. 735-737 миллиметров ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok